Коллеги, доброго дня! Мы начинаем нашу пресс-конференцию. Собственно говоря, тему вы ее видели. Она в основном в начале посвящена мастер-классу тому, как происходит превращение графита в графен. Вот добровольцы заняли первые ряды, и они будут, они готовы помочь нам в этом деле. Собственно говоря, представлять, я думаю, Константина Новоселова не стоит. Все вы знаете, единственное, что я отмечу, если я правильно назову, за что, собственно говоря, была дана сама Нобелевская премия, за прорывные эксперименты по исследованию двухмерного материала графита. Правильно? Все, хорошо. Тогда я передаю слово вам, Константин, и в совершенно свободном режиме мы сначала проводим этот мастер-класс. Может быть, удобнее будет к тому столу подойти, да? А потом уже, собственно говоря, саму пресс-конференцию. У нас примерно 20 минут, или 10-15 минут на мастер-класс, и потом уже на пресс-конференцию. Как вам удобно? Как хотите? Ну, давайте, раз уж мы обещали, то... В самом деле это проведем. У меня, конечно же, все мои студенты, которые организовали в Манчестере свои кампании по производству графина, они меня теперь будут ненавидеть, поскольку я им такую конкуренцию создам. Но если мы это афишировать сильно не будем, это останется между нами, то так тому и будет. Значит, те, кто из вас, кто акулы-пирать, тем, конечно, это будет сложнее. Те, кто пользуются карандашом, те всю жизнь этим занимались уже, те графен производили уже много раз. Я должен сказать, это все, конечно же, выглядит как шутка, но на самом деле в большинстве лабораторий по всему миру это ровно так и происходит. К счастью, буквально с недавнего времени коммерческое производство графина в больших масштабах оно развивается все лучше и лучше. И есть очень большие надежды, что это в какой-то момент будет использоваться для приложений, но для тех целей, что мы, для наших целей в наших физических экспериментах, это, конечно же, вполне достаточно. Вот то, что мы делаем, просто со скотч-тейпом. Это графит, так как вы его сможете купить, этот конкретно графит мы не купили, мы его получили от наших друзей из Педро Азур, это штат Минеджер Айс в Бразилии. У нас с ними очень хорошие связи, замечательные люди, всем рекомендую там побывать. В принципе, тот графит, который у вас есть, это синтетический HPG, который, быть может быть, не самый лучший для наших целей, к сожалению, натуральный, все еще лучше, но в принципе мы начинали с него, и оно вполне работало. То есть мы, просто что, это, опять же, я не хочу, чтобы это выглядело как то, что мы открыли, мы открыли, мы, я, в принципе, это, это, это не хочу слово использовать. Этот процесс, то, что графит можно расщеплять на очень тонкие кусочки, он известен, разумеется, сотни лет, 1564 год, это когда графит был впервые получен, и с тех пор все используют его свойства, что он очень легко кливится. Это именно то, что мы использовали для наших экспериментов. То есть мы, извините, мы сейчас возьмем кусочки графита, у меня, к сожалению, нет пинцета с собой. Давайте я просто так вот сделаю. Нам очень много не нужно, буквально несколько чешуек. Все, что мы потом делаем, мы его, мы будем эту, эти кристаллики расщеплять на очень тонкие кусочки. Вы видели, я начал буквально с трех, с четырех, сразу же после буквально нескольких шагов он кливится замечательно. Далее, я вам все секреты рассказывать не буду, мы графин здесь на этой пленке мы не получим, но это ровно так, как оно происходит в лаборатории. Что мы сделаем дальше? Мы возьмем и вот эту вот пудру, к сожалению, тут пудра осталась. Чем более она яркая и блестящая, тем лучше. Нам ее нужно положить на ту поверхность, где вы хотите получить графин. У меня, к сожалению, с собой нет наших стандартных подложек кремний, оксид кремния, но мы воспользуемся просто поверхностью экрана мобильного телефона, тем более, что это, наверное, символично. Первое применение компания Samsung планирует именно для тач-квинов в мобильных телефонах уже в 2012 году, поэтому мы вполне можем себе это позволить. Два секрета. Один – это использовать хороший графит, а второй – это хорошо подготовить поверхность, где нужно обезжирить. Если хотите активизировать, в лаборатории мы используем кислородную плазму, здесь нам придется просто подышать, в зависимости от того, что вы вчера пили, лучше водку, будет работать гораздо лучше. Ну, вполне ничего. И мы просто прикладываем этот скотч на поверхность мобильного телефона. Дальше есть огромное количество способов, что делать. У нас в лаборатории, скажем, человек 10, наверное, занимаются, и у каждого своя технология. Лучше это, разумеется, положить пятый и седьмой том ландау-лившица на поверхность, чтобы прижать. Но, в принципе, есть и другие методы. Сейчас мы просто посильнее эту пленку прижмем, чуть-чуть ее размажем и уберем эту пленку сверху. Значит, что мы сделали? Самый нижний слой в этих чешуйках графита, он остался теперь на поверхности. Разумеется, не везде, но сколько-то осталось. Если вы посмотрите на свой телефон, то вы видите, что там какие-то чешуйки блестящие остались. К сожалению, это не то, что вам нужно. То, что вы видите, это все еще графит, и вы его просто... То есть, вам нужны чешуйки, которые гораздо более тонкие. И графин, наверное, увидеть так у вас не получится, но вы можете надеяться, что ровно те частички, которые вы не видите, они и есть графин. И, в принципе, с этого момента мы уже можем начинать с ним работать, использовать его для изготовления транзисторов или чего-нибудь еще. В принципе, вкратце вот такая история.